В Ненинском краеведческом музее прошла презентация книги памяти в списках значится. Это уже третье издание, в котором представлены списки потерь Ненинского округа в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день это 3372 имени. Слово Екатерине Дементьевой. Работа над обновлением данных книги памяти началась в 2015 году. Позади несколько лет сбора информации из всевозможных интернет-источников, архивов и устарожилов муниципальных образований округа. Такая масштабная работа позволила внести значимые изменения в списки погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Для удобства имена вбивались в таблицу Excel, а к данным о воинском пути солдата добавлялась информация о ближайших родственниках и месте работы призывника, чтобы было проще идентифицировать солдата. Это помогло убрать из книги дублирующиеся имена. Дубликатов мы убрали оттуда 77 персоналей дублирующих. То есть это вот, например, Дуркин и Буркин. То есть когда одна и та же информация в разных местах, используя Excel, мы можем это все объединять. То есть когда, например, мы вводим данные жены, и вдруг она автозаполнением заполняется ячейка. То есть эта женщина уже есть. Мы включаем сортировку по этому имени, фамилии, отчеству. И у нас встают две строчки рядышком. И мы видим, остается Дуркин и Буркин. Сравниваем всю информацию. Информация одна и та же. В отдельный раздел книги внесены списки погибших во время расстрела немецкой подводной лодкой каравана судов острова Матвеев, в том числе экипажа буксира «Комсомолец». Однако даже с учетом проделанной работы, 455 имен все еще значатся в так называемом проблемном списке. Это люди, чьи данные не подтверждены документами. Действительно, это труд многих и многих людей. Но вот говорят так, что история жива, пока живы носители этой истории. Потом ее могут переписывать, она будет изменяться. Но пока живы носители истории, они не дадут исказить ее. Почему так важно именно сейчас проводить эту работу? Почему так важно, как Андрей сказал, пока есть фотографии, пока есть живые воспоминания, нужно это все собрать, и чтобы это все нашло отражение в этой книге. На сегодняшний день в книге памяти чуть более 3000 имен. Но на этом работа не остановилась. Продолжается сбор информации о всех призванных из Ненецкого округа в ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, чтобы к следующему юбилею Победы жители округа смогли увидеть в очередном издании имена и данные всех, и вернувшихся, и не вернувшихся. А для Ненецкого округа это порядка 10 тысяч человек. Если по погибшим мы находим довольно-таки много документов по некоторым солдатам, то по вернувшимся у нас очень часто огромный большой знак вопроса. Вот, и человек пришел, у него семьи не было, он умер где-нибудь там в 46-47 году, и про него все забыли. То есть мы сейчас видим, что огромное количество могил заброшенных на воинских, ну, воинских могил на наших кладбищах, на сельских, на городском кладбище. Данные обновляются ежедневно, а издавать даже раз в пять лет бумажную версию книги непросто. Поэтому Юрий Бездудный предложил установить в Ненецком краеведческом музее интерактивную мультимедийную книгу, в которой всегда будет актуальная цифровая информация.